Добрый день, меня зовут Николай, я работаю в Ринаме, это Research and Educational Network Association of Moldova, так называемый НРЭМ. Задача этого НРЭМа это объединить научно-образовательные организации Молдовы в сеть. НРЭМ объединяет сеть со скоростью до 10 гигабитов, это на данный момент. Данная научно-образовательная сеть Молдовы, она является компонентом Джиан-сети. Сеть Джиан объединяет НРЭМ во всех странах Европы. На этой карте видно, что скорость от 10 гигабитов до 400 гигабитов. Основная миссия Ринам это в сети Джиан предоставляет для научно-образовательного общества сервисы. Это сервисы не только в рамках проектов ЙОСК, но и другие сервисы, которые НРЭМ и Джиан разработали и предоставляют своему научно-образовательному сообществу. Ринам участвует как НРЭМ, Ринам участвует в интернациональных ЙОСК проектах, одним из которых является НИНФРОС. В рамках этого проекта Ринам предоставляет не только свои ресурсы, но и помогает исследователям получить доступ к более мощным ресурсам в других НРЭМах Европы. На сегодняшний день последние два человека, которые получили ресурсы, это Юрий Чумаков из Института физики и Тудор Бумбу из Института математики. Миссия этого проекта это стать основным поставщиком сервисов в портфолио European Open Science Cloud. На слайде есть ссылки на основной сайт проекта. Например, кола, так называемого, это объявление о предоставлении ресурсов для желающих получить мощности больше, чем могут предоставить организации Молдовы. И каталог ресурсов, который собирает этот проект. Дальше эти ресурсы предоставляются в основной ЙОСК каталог. Типы ресурсов, которые предоставляются проектом, это репозитории. Репозитории, ну, наборы данных, которые имеют свою оболочку, настройку сверху, для того, чтобы человек, получивший доступ к этим ресурсам, мог для себя выбрать, например, если это библиотека, то какие-то статьи, книги, анонсы, аннотации. Тематические сервисы, это сервисы, которые, ну, лучше указать пример, например, это медицина, это культурные какие-то, ну, музеи. Также это метрологические приложения, с помощью которых можно или получить доступ к массивам данных, или обработать свои массивы данных. И Generic сервисы, это наиболее общие сервисы, вычислительные ресурсы, Cloud сервис и Storage сервис. Откуда берутся эти сервисы в проектах NIFOROS и других EOSC проектах? Каждый NREM, он, часть своих ресурсов предоставляет проект. RENAM предоставляет Cloud сервис, это RENAM Scientific Cloud Storage сервис, RENAM Storage сервис. И другие сервисы, это виртуализация на кластере Proxmox, мониторинг, значит, и платформа видеоконференции. Каждый NREM, он предоставляет разные объемы этих ресурсов. Например, RENAM, он не может предоставить суперкомпьютеры для научно-образовательного сообщества Молдовы, но может помочь в доступе к этим суперкомпьютерам, которые находятся в других NREMах. На том же Кипре, Венгрии, Греции и других странах. Каталог, который создает проект Neforos, он содержит и репозитории, и тематические сервисы, и дженерик сервисы. Вот на слайде пример, как выглядят названия этих сервисов в каталоге Neforos. Если зайти в каталог Neforos EU, то для каждого сервиса можно получить более расширенную информацию, что этот сервис представляет собой, что он может и как его можно получить. Для чего это нужно? Человек, который хочет в рамках КОЛА получить доступ к европейским ресурсам, в рамках проекта Neforos и других ресурсов, в первую очередь должен проанализировать по каталогам проектов, что предоставляется и насколько ему подходит инструмент или наборы данных в рамках этого каталога. После этого уже через представителей N-REN в своей стране или напрямую с поставщиками ресурсов связаться и дальше обговорить способы получения доступа к ресурсам. В каталоге Neforos на сегодняшний день находятся репозитории, сервисы, основные сервисы и 58 провайдеров, которые предоставляют эти сервисы. Зеленым цветом обозначены онборды сервисы, то есть эти сервисы, доступ к которым уже предоставляется через проект. Регистрируют сервисы, сервисы зарегистрированные в каталоге, но доступа к которым пока через Engine, через Environment проекта нет. И кандидаты это те ресурсы, которые проходят пока описание и процедуру онбординг. Ренам в рамках этого проекта предоставлял маленький клауд, клауд Ренам МД. На сегодняшний день там остался один компьютер. И в планах Ренама увеличить, построить клауд более мощный на основании той техники, которая планируется к поступлению. Для нового клауда планируются три производительных сервера и с сетью 10 гигабит, внешним сторич элементом. В общем, все то, к чему мы пришли в процессе работы с пользователями на старом клауде. Пользователи нашего старого клауда были как работники институтов Академии наук, так и преподаватели и студенты университета. В рамках клауда мы университетом на старом, скажем, нашем клауде, мы не смогли с университетом создать вычислительный кластер. И учтя это, не дожидаясь поставки новой техники, сделали на совместном эмиреном кластере промежуточную инсталляцию клауда на четырех серверах. Три вычислительных узла и один сторич элемент. То, что нового появилось в этом кластере, в этом клауде, это блок сторич, который позволяет создать диск для виртуальной машины, а потом, если машина удалена, этот диск можно использовать в другой виртуальной машине, вновь созданной. Значит, появилась новая модель сетевых адресов и возможность объединять несколько интерфейсов в один канал для ускорения доступа к данным. Вот пример, как выглядит self-service network в новом клауде. Это паблик адреса, общие адреса, это внутренние адреса, которые могут использоваться для построения вычислительного кластера. И варианты объединения общего паблик адреса, общего и внутренних адресов. И бонд на двух интерфейсах, как это выглядит. Как получают ресурсы в Ринаме, это, вернее, кто получает ресурсы в Ринаме, это администраторы, программисты, учителя, студенты. И участники проектов, совместных европейских проектов вместе с Ринамом. Сценарий получения ресурсов такой. Договариваемся о квоте ресурсов на клауде. Создается проект для пользователя. Обеспечивается доступ к этому проекту и поддерживается сам проект и поддержка работы пользователей с этим проектом в клауде. Это работа с виртуальными машинами, документация, обучение, тренинги и прочие-прочие-прочие ответы на вопросы, helpdesk, ну и, конечно, помощь в решении проблем. Кроме клауда, нам предоставляет еще storage сервис. Для чего это нужно? Ну, это как, скажем, можно сказать, аналог тех же боксов, которые Google Box, Яндекс Box, Microsoft, в общем, все боксы, куда можно информацию положить, потом ее взять. Отличие от этих боксов, то, что этот storage находится не где-нибудь за границей, а в Кишиневе, в Молдове. То есть все данные, они не уходят за границу, они находятся здесь. Нам предоставляет FTP, NFS, SMB, WebDAV сервисы на этих storage. Сейчас пользуются этими сервисами, наиболее востребованы они в Амтапе. Значит, эта организация использует наш storage для сохранения фильмов, обмена фильмов, показа фильмов на конференциях, на своих митингах и в своих учебно-образовательных программах. Виртуализация – это тоже один из сервисов. Он предоставляется и в Ренаме, и в других НРенах. Значит, что это такое? Если в Клауде создается, допустим, виртуальная машина для тех же студентов, чтобы поучиться потом удалить, или создается виртуальная машина, чтобы отладить какой-то компонент, программу, выявить наиболее оптимальный вариант виртуальной машины для поддержки приложения, потом это приложение может быть перенесено в среду виртуализации на другой классе, где обеспечивается более надежная работа приложения, то есть до 99% отказа устойчивости, плюс бэкап, плюс еще дополнительные способы доступа к этим сервисам. И мониторинг. Значит, мониторинг является необходимым компонентом для получения результатов, скажем, по многим приложениям, как приложение ведется, сколько грузит процессор, насколько использует сеть. Если происходят какие-то ошибки, то эти ошибки отправляются на электронную почту заказчика. Также собирается статистика для дальнейшей обработки. На этом слайде пример сбора статистики для университета Динстаг. Это работа платформы видеоконференции BigBlueButton. Здесь видно, что количество пользователей максимальное – это 1250. И на серверах можно посмотреть статистику, сколько открыто комнат, сколько открыто митингов, это митинги комнаты, сколько митингов комнаты, и сколько человек находятся в этих комнатах на разных серверах. Вот. Значит, в основном эти все сервисы, как я уже сказал, это часть ресурсов, которые предоставляют инарены в общий пул ресурсов. И доступ к ним является как по индивидуальному, скажем, логин и пароль, так через федеративный доступ. Для проекта НИФРОС сейчас главное – это собрать больше информации по стейкхолдерам, провайдерам, заполнить базу данных, ресурсов, которые могут предоставлять разные провайдеры в разных странах. Это не только инарены, но это и библиотеки, это, скажем, владельцы ресурсов научно-образовательных дата-центров, тот же университет может свои ресурсы предоставить в ЕОСК-проект или политехнический университет. Вот. Первый этап этого проекта – это создать каталог ресурсов. Имея каталог ресурсов, уже можно переходить к следующему этапу – это доступ к ресурсам на уровне федерации и, согласно правилам, которые вырабатываются в течение работы этого проекта, это подготовить возможность создания так называемых дата-сетов. То есть это данные, которые генерируются у нас из баз данных, предоставляемых репозиториев в рамках проектов. В дальнейшем эти дата-сеты могут не только просматриваться индивидуально человеком, но и, скажем, являться входными данными для приложений. Вот. Ну, в основном, по ресурсам я рассказал. Вот. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Да-да, я вслушаю. have heard, как я 출 каждой группы, я об importance. Мо-на 어려уясь. В последовательности шагов следующие. У нас есть два документа. Первое это экселевский документ, это таблица данных по провайдеру, то есть по провайдеру, допустим, владелец ресурса библиотека. Там заполняются контактные адреса, правила доступа, информация о провайдере. Вторая таблица это информация о самом ресурсе. Ее мы помогаем составить и зарегистрировать в каталоге так называемого Агора. То есть на зелененьких кругах это получается первый шаг, когда информация начинает подготавливаться, это, скажем, просто объявить, что такой ресурс будет. Он создается как в каталоге, как временный темп, то есть и заполняется данными. После того, как данные в каталоге заполнены, они проверяются на соответствие и дается разрешение опубликовать эти данные для изучения пользователями. Дальше пользователь, имея доступ к этой информации, может напрямую связываться с библиотекой или получать доступ через общие точки входа. В то время как идет следующий вариант онбординг, это добавление этого ресурса в федерацию, для того, чтобы могли не единичные люди, а группа ученых, студентов или научно-образовательное сообщество получить через свою федерацию доступ к этому ресурсу. То, какие данные предоставляются, определяет сам владелец ресурсов. Первое, что предоставляют и наши библиотеки, и АСЕМ, и ИЦИ, это то, что видно всем без дополнительных прав доступа. В дальнейшем, если требуется человеку дополнительные права доступа, на первом этапе он напрямую работает с библиотекой, а дальше библиотека сама определяет, для каких организаций, федераций, какие данные будут доступны. Честно, я не в курсе, но надо еще. Еще раз обратиться, еще раз поднять информацию. Когда собирала эти данные, я и отправляла вам, но получилось, что у вас было как мало времени для предоставления, они немножко опоздали. Первые представили, где медицинский университет. Но потом я так поняла, что у них есть ли ожидания для этих библиотеки? Обязательно я напомню нашим... Да, только вы тоже, понимаете, тут еще есть такой вопрос, возникает. Вы надели или думали, что это интегрированный ресурс? Но это не так. Нет, первый этап, это считайте, что у вас... Первый этап, это только регистрация в этом каталоге, в котором... То есть ваш ресурс пока не интегрируется ни с каким ресурсом, то есть это отдельный ресурс, как он есть. Но он регистрируется в каталоге, и каждый может видеть, что на этом ресурсе есть, и какие способы, и какие условия доступа к этим ресурсам. Я попрошу, да, Ольгу, чтобы поднять по стекхолдерам то, что собирали информацию в начале, и еще раз опросить всех. На последнем как раз вот я был там симпозиуме НИФРОС, собрание в Венгрии, там как раз обсуждался вопрос библиотек, значит, и как раз поднимался вопрос, почему нельзя сразу интегрировать все библиотеки как бы в одно общее поле для доступа. Первое это то, что структуры этих библиотек, они разрабатывались самостоятельно или организациями, или странами отдельно, независимо друг от друга, и структуры данных разные, и их нельзя объединить. И вот в рамках проекта НИФРОС, библиотека, государственная библиотека Венгрии, они хотят разработать дополнительные как бы стандарты, правила, основные пункты, основные позиции данных по библиотекам для того, чтобы сделать вот именно общую какую-то структуру, структуру иерархическую для доступа к данным библиотек, к похожим данным библиотекам. Вот, то есть работа идет. Я сегодня же отправлю письмо, сейчас, прямо сейчас отправлю по поводу, да, аграрную. Еще вопросы? Значит, электроэнергию стараемся экономить, поэтому в клауде это можно делать очень легко, если сервера не загружены. Вот у нас было 4 сервера, 3 мы отключили, оставили 1. Потребуется снова увеличить загрузку, подключается в динамический дополнительный ресурс, и размещается там виртуальная машина пользователя. То же самое и с другими. То есть если мы можем, как бы, ужать, то есть сократить количество техники, серверов, потребляющих электроэнергию, мы их сокращаем. Это со всеми, и с платформой видеоконференции, и со сториджем, и с клаудом. То есть такой подход единообразный. Ну, а еще, значит, несмотря на... Ну, это, опять же, совместное использование. Допустим, те же системы охлаждения на Кипре и в Молдове, они совершенно разные. Там, допустим, для дата-центра используется водяное охлаждение, а рядом расположено с дата-центром озера. Вот, то есть у них экономия большая на выводе теплоты по давлению. И поэтому, как бы, стоимость предоставления ресурсов у них ниже, чем в других регионах. И этим пользуется, скажем, наш ресурс. Для наших пользователей один из ресурсов предоставляют киприоты. Другие – Венгрии, третий – Болгары. Как они решают вопрос с электроэнергией, я думаю, так же, как и мы. Если можно выключить технику, которая не используется, она выключается. – Аурелия Профир – это последний человек, который использовал у нас для студентов. Это когда у нас клауд был на четырех серверах, значит, у них для студентов был курс. Ну, курс закончился, у них доступ остался. С университета пока надо посмотреть, по-моему, никого. Но доступ там у двух или трех человек был. Университета – это то, что я говорю. И что нужно делать в институте для развития общества информационного интерпретаря, которые не имеют вреда на рынок, так как виноват для этих семей? Я говорю, что я не знаю, что требуется для восприятия Путина Молдова. И, конечно, я не знаю, что у нас есть миллионы евро для Молдова. Специфика подсоединения к Еду Гейн, лучше все-таки поговорить с Анатолием Федоровичем Гончаруком, то есть вот именно с самим механизмом. Насколько я понял, технически этот вопрос решается. То есть я за решение технического вопроса вижу, что его решить можно. То есть к Еду Гейну подсоединить организацию можно. Это делается там двумя виртуальными машинами. Вот изменениями, созданием одной и изменением другой. И в принципе организация может стать... Честно я не знаю. Я могу ответить на любые технические вопросы по всем сервисам. Но по поводу финансовых, как это выглядит. Я знаю, что сейчас была конференция УСМ здесь, в этой комнате. И как раз вопрос подключения организаций к федерации там обсуждался. Как раз Анатолий Федорович, он отвечал, что этот вопрос будет рассмотрен в первую очередь. То есть подсоединение к Еду Гейну и создание собственных серверов для федерации организаций для последующего доступа к проектам и ресурсам ЙОСК, в том числе и Нифуроса. Техника, которую мы имеем... Мне кажется, что слишком много техники, но пара ресурсов. Техники... На самом деле техники у нас не так много. Последняя техника, которая была куплена в Ринаме, это пять лет. Пять лет назад. В Инстуке математики семь лет назад. То есть... Шесть, вернее, шесть лет назад. То есть эта техника, она, во-первых, по критериям Европы, ее надо было три года назад списать всю. Вот, не использовать. Но мы ее используем. Да, она окупалась? Вопрос такой, что коммерческая организация, она могла бы ответить на ваш вопрос. Но как мне объяснить, вот научно... Люди пишут статьи, книги пишут на основании тех данных, которые по проектам. И тот же Дуду Рубумба, он свои образы и свои книги на старорумынских языках, он распознавал на клауде, на виртуальных машинах нашего клауда. Это как раз в рамках предоставления ресурсов для научных организаций Ринама. Ринам тоже получает как бы субсидии. Та же техника, которая приобретается Ринамом, она идет в рамках проекта. Не Фороса, а другого проекта, где для сервисов как раз выделены средства для покупки более продвинутой техники. Та же диски ССД более скоростные. То есть сейчас вопрос скорости вам. Большое спасибо. Еще вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.